Че как разъезжаться-то будут? Она ведет? Да. Такая ситуация на этой дороге в последнее время не редкость. Это поселок Карцево, через который пролегает единственный путь к заводам Доширак и Центр Транстехмаш. Дорога здесь узкая и вся в выбоинах. Здесь дорога идет вот с платного моста и на платный мост. Утром едут люди. Ой, забыла, Радужный, там поселок у нас называется, Льгова, Рубцево. Там пробка большая с той стороны Дошковой песочни. Они все едут на Вишневку к нам. Здесь вообще поток машин. Вот и выходит, что на узкой, по мнению жителей, улицы, автомобили и большегрузы просто не разъезжаются. Кстати, к моменту приезда нашей съемочной группы местные активисты сказали, что машины будто разогнали. Обычно наоборот. Проблему этой мегапробки с поселковыми властями сначала пытались решить полюбовно. Татьяна Бирюкова, например, писала в местную администрацию 6 лет назад. Ответ был простым. Денег нет. Сейчас вот помогают. Чем могут? С периодичностью проходит работа. Это идет мелкое засыпание, грунта, гравия какого-то. Но он под таким большегрузом, вот идет, например, машина, она вся разбивается. Это надолго не хватает. Опять же, мы сбываем погодные условия, что все размывается, снега. Впрочем, решение это временное, притом на теплое время года. Зимой здесь ситуация еще хуже, рассказывают местные жители. Фуры не могут подняться в горку. Два большегруза на узкой дорожке не разъедутся вообще. И вот что происходило после отъезда нашей съемочной группы. Снова пробка. Возможно, ситуацию бы исправил светофор, двух- или даже трехфазный. В любом случае, по словам жителей, дорога на балансе города. Это Октябрьский район. И какое-то решение от мэрии было бы очень кстати. Наша телекомпания составила запрос в Рязанскую администрацию. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.